Всем привет! Это продолжение моего ФФА-сериала в Сидмерс Цивилизейшн 5, где я играю за Майя. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании вы её можете найти. Всегда интереснее всё-таки смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра! Не-е-е, у меня есть уран. Это здорово. Самое забавное в том, что Египет сам не отпускает караванчик. Сам же выдвигает пикулка к ней. Так, у Австрии есть уран? Чё у португальцев с ураном, скажи? А у шведа не вижу, кстати. Это шанс. У Португалии есть. У него будет уран. То есть надо будет припешки гранить. Если на то пошло дело. Ну из тех гг-шек, что я вижу, что есть. Он, кстати, примет категорицы с Антона Нариву. Что-то, чтобы ему да. Как примет, не примет? Или сейчас в Атоме примет? Ватер примет, да. У него будет по 30. Я не знаю, что надо принять. Так, слушай, если... А, подожди, если все гг-шки его, так он должен, типа, со временем победить через два конгресса. Не хватит. Там у него где-то 26-28. Ну, надо там по 34. То есть он может его принять. А раз пройдет, ему еще плюс два. И дипломатов. Все. Хочешь ты мне Колумба? Три. Три очка. Блин. Три. Клеймуро. треечка не хватает у кого это ты на меня плывешь дань собираю с гэгэшки да не может ну у тебя два выбора считать я в этом месте готовился если я готов ну три очка нормально че щас было хочу че откуда несчастье че так свобода-то давит шоку и чемоданчики а так только пять штук еще бояться 4 он видимо начал строить а еще строишь значит надо бояться ну ладно ладно надо повоевать тогда мне что-то не нравится приплыл в тыл побояться бояться скаутом лично и нам позже войну за место ну порочку такую порочку те вот у меня проблемы с этим городом так что надо сюда армию переносить и поможешь отстающим нет меня сейчас я боюсь до конца их 3 боянец и а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Включим. Думаю, бот сойдет с ума. Не умер. У нас договор закончился. Так, значит мы тогда тут лодку купим. Обработаем эту нефть. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, там на меня уже бомберы. Сейчас апнуться, то заберут. Молодец, Майя. Ну, я, по-моему, молодец. Я не знаю, при чем тут... Я тебя захвачу. Ну, с другой стороны, швед. По-моему, тут не молодец ты. Я играю на свою победу. А как ты его когда будешь удерживать? Так, еще с другой стороны, австриец ударит. Я не думаю, что швед будет в состоянии и то, и то удерживать. Ну, если по мне, то, конечно, такая победа шведа. У меня, на самом деле, план довольно простой, датчанин. Захватить тебя и оттуда нападать на шведы, собственно. Особенно ядерки хорошо пойдут. А без этого? А просто сидеть, развиваться и ждать, пока ты нападешь? А тут ядерки с лодок или крейсеров плохо очень, да? Плохо, потому что у меня проплыв к нему самый хреновый среди вас. Да, какая разница? Ну, большая, потому что долго это все. Тут дело в том, что у нас шведа без стелсов нападать никак. То есть, ядерка или стелс. Что бомбардировщики у нас не дритают друг до друга. Я могу вам 8 алюминия дать. Как бы работаю. Это идти надо. Пока стелсы будут, тут уже диплопобеда может быть. То есть, без стелса бессмысленно нападать, но так диплопобеда. Ну, ты же видел между нами территорию с ним. Пешком там не пройти, то есть... Бомбардировщики не прилетают. Бомбардировщики не прилетаютautre... Бомбардировщики не прилетают. Смотреть к нему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, мне надо бомбардировщики в Оксмале просто... Не фигачить по Архусу и Копенгагену. Что-то я... Да и по Риби тоже... Кстати, я второй по производству... А, ну у меня золотой век. Все, наземной армии больше нету, датчанин. Продолжение следует... 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 Может, Коломбо это захватить? Дочанин, тебе какая-то помощь нужна? Ну, смысл? Ты же меня будешь забирать. Но если ты не будешь со мной воевать, то какой мне смысл тебя забирать? Я лучше помогу тебе. Ну, я как бы... У меня уже есть враг. Он тебе говорит, помощь нужна. Ты, Криш, у меня уже есть враг. Не, ну я ему объясняю. Ну, ты мне ничего не поможешь. Самолеты-то не давятся. О, коник. Тагадым-тагадым. Нет, мне кажется все-таки, что мой немножко неправильно поступил. Да, как надо было? Здесь же ближе больше шведов заступить возможность у дачанина, чем у меня. Чего? Ничего не понятно, что ты говоришь. Застопить шведа больше возможности у дачанина было, чем у тебя или у меня. Какая у него возможность? Он отстает от всех. Откуда у него возможность? Могли помочь ему, тем не менее. Чем? Он отстает просто. Чем помочь? Достаточно шведу просто первому выйти и кинуть на него ядерку и все забрать. Ты видишь шведов ран? Я что-то не вижу. Я что-то не вижу. Я вижу шведов ран? Я что-то не вижу. Я вижу шведов ран. Ну, как минимум Монтенонариву. Ну, тут 28 голосов вместе и кажется, что дело дойдет до конгресса, этого выбора визера. Ну, так сидим, всю игру ждем, когда дело дойдет до конгресса. Не хватит ему без глобализации. Не, ну, а что делать? Все так карта сгенерировалась, что только одна война была и все остальные тут. Мне к тебе идти тут на ранних тапах. Отличных спотов завезло, пацан. Потугалец доволен. Говорили мне люди японцев брать. Говорили мне, что дома? А где? Нам надо было. Как если бы я не дал тебя. Я не знаю. Непонимаем. Уваживай, а где это было? Да, ты бы. Непонимай. Решение. Непонимать. Слешение. Да, и рационализм я нифига не закрою. Городам нужна соль, хвосты, но соль. Проспал тут. Что, португалец, конвертируешь производство в денежки? По-моему, это надо было делать в 60 назад, когда не было броненосцев. Не знаю, по-моему, какой-то уникальный юнит Португалии какой-то странный. То есть реально просто конвертация производства в деньги. Ну да. Так вот, должно работать. Суровый десант монголов. Так, надо. Железную дорогу. Хотя бы на одну клетку типа построить, чтобы были бонусы от железной дороги. Что у тебя до чая происходит? Да ничего не знаю, мне кажется, меня заберут сейчас все. Ну что, Риба стоит на месте? Да стоит. Да он имеет в виду, наверное, шведы. Ну вот, да, швед уже прапал. А можно сделать эти вторые все. Ультразвук у кого-то. Ультразвук у кого-то. Ультразвук у кого-то. Ультразвук у кого-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Непонятно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Только хотел ему зажать и потискать ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А кто видит серегляши? Даши целыми не много ли нет? Так Так Ты же, вроде, можешь открыть дипломатию, посовет Course Ты же, вроде, можешь открыть дипломатию и посмотреть там Так у меня нет и любишь я тоже все не вижу да я только из тех кого я вижу я вижу у еревана нет сока у него все а ну ладно так конечно отлично да крокота вообще суперская ну не получилось что поделать а я там бомбу еще не открыл один ход отлично на real world connection 25 процентов но блин не налетает до копенгагена так мне вообще нужен какой-то юнит быстрый который мог бы захватывать а вот паратрупер быстрый юнит и Продолжение следует... 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 халец я тут гэгэшку нашел с ураном я говорил что есть урану гэгэшек в одной только из чем где можно контролить и точно а а а а а а я уже забыл где великих людей тут смотреть ступал так вот здесь у нас не построен harbour поэтому пока не будет работать ну блин я в атомки вышел радостный побросать их оказывается нет нельзя можно использовать только после открытия технологии мотопехота то есть вот сначала открыть их там мотопехота ну серьезный вот ну чувак вот на первом может идти в глобализацию посетить ко всем нам шпионам все забить на эти общей техи но он вроде так не делает нет слушать а пенициллин кто открыл кто-то открыл не швед ну он по ходу значит в глобализацию просто идет тупо в тактику ему нафига да и на связь бомбардировки на убежище тактику чтобы этот кинуть язерную ракету наклонить мне пожил только что притчер вышел в информационную эру ой в информационную он вышел да в телекоммуникацию вышедали связь он вышел до ночи на глобализацию идет все все понятно ну сколько там у меня ученых ну 1 уход может взрывать по правилам о ко мне варвары начали высаживать шпиона с тремя прокачек ба а и а а у Продолжение следует... 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 Ну? Мне нужны субмарины, бомберы как-то слабовато. Моя мать? Да-да. Я сейчас готов попробовать прожать все остыло с искомами для шведов. Если мы с тобой договоримся, где-то зерного оружия, это нормально. Окей. Так, ребята, только войну ему объявить этим в ходу, может у него уже есть ученый. Напоминаю, что нельзя перекупать и кидать в вар. Что делать? И на последней секунде нельзя тоже. Покупать только вперед полуэтаймер можно. Чьи-то союзники. Чьи-то союзники. Но вы, кстати, не удивляйтесь, что датчани меня там продавливает вот так, очень неплохо. Не соря на мои первые успехи в войне. Просто он автократ, и он явно взял тотальную войну, и что-то там еще. То есть одно дает урон раненых юнитов выше, а другое производство и экспо юнитам, то есть они быстрее строятся. Ну там вообще в автократии есть хорошие штуки, которые улучшают войну. То есть у меня был шанс, если только я в начале бы его вот вышел в инкор, и вот не долетает. И линкорами взять его города, практически взял город, но чуть-чуть не свезло. И дальше уже он смог свое производство. Есть ведь еще небольшие лаги, поэтому нервничаю, потому что не нравится. Португаристы, в автократии плохо всем сделал промышеведом. Ну да, португалец молодец, конечно. Видите, как у меня? Так что с автократии круто воевать. Ну, не знаю, что, конечно, датчанин... Вот я бы, например, если бы какой-то меня напал и вот в этой ситуации, я бы уже потом мир предлагал, в том плане, что он не смог меня захватить. Надо мириться. Но датчанин будет упарываться до последнего зачем-то. Я же постарался захватить, попробовать. И получилось. Норм. Бывает такое в игре. Но датчанин считает, что все, я ему все испортил, вообще прям убил. Люди побеждают, когда на них ядерки сбрасывают и столицы захватывают. Такое тоже бывает. А тут все, трындец. Продолжение следует... 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 А, у меня минус с конем этими. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня бомберы хреново сейчас. Надо по этому кешику будет бомберами. А, вот нормально за один убьется. Субтитры сделал DimaTorzok А, что это вообще произошло? А зачем он сделал? За радиоидеологию. Ну, я понимаю, а в чем прикол? Потому что он получает плюс два. Блин, ну, не, ну это красиво, Причер. Причер, это красиво. Я снимаю шляпу. Денег я могу быстро свести. Я не знаю, как это сносить. А, понимаешь, снос ГГшки, по-моему, он уменьшает количество голосов все равно. У него, у него, у него дипломат в Египте, он дает голос. Ну, ровно с Египтом хватает. Так он и так уж сейчас плюс два еще получает. Не, это красиво. Это я... Тут еще плюс два. Да, кто-то еще войну не объявил. Кост. ГГ, че? Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще никто не может ГГшку перекупить? А, там уже. Ну, ни у кого денег было, я все субоследние деньги на сценарило. Кто может Египту там еще что-нибудь охотиться остановить? Нет, у него уже голоса посчитывали. Подожди, подожди, у тебя... Давайте отдельный скидем, ты купишь на ГГшку. Какое? Ну, быстро давайте. Или меньше всего... Я еще войну не объявил. Ну, так объявляем, и будет два. Так он к вам и не всадил, скорее всего. Достаточно. Как не всадил, смотри. Ого, вот это... Месимо. 35, садил. Еще один. Пусть этот войну объявляет. Умираем, но не дадим. Пусть побеждает по-другому. Сбимер, я тебе... Я уже войну объявил. Кому? Ему. 35, еще один. Зачем? Какая же... Ну, дайте мне деньги, я перекуплю. Уже нельзя перекупать. Почему? Уже время закончилось. Первая половина камер. Ну, объявлять мне войну? Да. Нет. Войну можно объявить. ГГшка-то как объявить. Ну, объявляй... 7. 7. Но ему хватает, по-моему, цели. Один голос ему не хватит, если он объявит. 3.4. Видите? Надо ждать еще 20 ходов. А, так там он туннер, и его. Очень хватает. Выжили просто, выжили. Хлоп-бол. Такого у нас с ременью теперь есть. Не, красиво, да, чуть-чуть не хватило. Надо было прям вот до 30 секунд свечиться, наверное, да? Да, тебе надо было вот на этом ходу, вот сейчас в конце это делать. Ну, у меня сейчас хоть застой идет, сколько там? Три хода или четыре застой? Сейчас другой вопрос, он свопнулся в автокрацию. Кстати, он ничего строить-то не может, лоу. И науки у меня не будет. Типа, не прожегся, у него не нужны тейхи. Для того, чтобы обидеться. Шумиона убили. Достаточно. Хороший свинер. Я раз вижу, как тебя давят, а потом ты захватываешь чувака. Ну, только не забудьте, что за себя надо голосовать. А то бывало. Кто еще работает? Швец в робототехнике или еще кто-то? Я нет. Зачанин, ты в робототехнике? Нет. Все же, неужели, шведы там и там, ну, вообще, вполне, судя по 86%. Игровов много было. Книж, ты же может. Здравствуйте, неужели. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 ты начал первый боже ну ты это какой-то ладно давненько я честно говоря не играл с людьми которые на меня первый напал поэтому я теперь буду с тобой до конца игры выводят еще в начале партии более-менее понятно вот на этой стадии я в упор не понимаю зачем неужели вот этими же бомберами датчанин не мог напасть на шведа то есть он построил специально эти бомберы тратил производство чисто чтобы мне отомстить и не победить в игре вообще себя лишить шансов меня и шведу вперед его пускай дальше играть будем рядом так беда ну я уже отдал я не знаю что тогда ждать если вы ничего не можете сделать если ты уверен на встречу ты там никак он уже поставился не я еще до 100 не дашь прожечься не можешь на прожег чуть-чуть а веры не было вообще номер было только надо очень много но в озере ты вышел или нет в озере нет это типа голосования за признание победы шведа но на португалец швед облачь верно . голосовать вреда мнение не учит но я еще могу вас как убедить в том что у меня еще один ученый рождается и у меня еще три повера довольно как бы демография и так все все показывает вообще я не знаю а кто а на втором месте насколько отстают по процентам по науке 8 ну обалдеть ну конечно давайте давайте глянем что там вообще было у шведа с углем это вообще к это подстава швед а алюминий у тебя свой был или к грешке давали три штучки своего было и мусорные заводы везде построен а точно мусорные заводы до мочил вешать не что-то давал блин ну вообще вот сейчас вот на этой стадии игры конечно у него место не выглядит каким-то супер-пупер ну вот эти соли наверно ну петра ему все-таки тут не сильно прям уж офигенно помогла на 14 гигабайт только два города под горами ну получается что ему у него очень вначале офигенный старт был то есть он постоянно просто впереди был всех я считаю дачанин ты вполне мог его на берсерках взять мне вот нет тем более если ты приплывал там по морю перни через холмы а вот по этому морю там где малако типа ну как у меня промки в два раза меньше я вторую по промке меня промки два раза меньше как взять на берсер как он постоянно впереди попали когда я когда одну вот так как него взять когда я вышел в берс и типа в это я сразу шелки ну потому что мастерские я напрямую не шел а он уже построил мастерские везде за я все дал денег просто тупо ты строишь дуболомов у тебя денег не было не было я построил даже 5 меч меня тогда было были деньги потому что я построил колосс у меня в тот момент были еще деньги и шли там плюс я смотрел я понимаешь я смотрел тот момент ну слушай ну блин сказать что это я были коляски не взять никак это ну слушать там еще местность такая что подводим дача туда прицел и но я приду я проиграю я типа упорю себя развитие все я буду такой же как все и грубит догоняющий при этом он бы меня забрал быстрее в общем ты из тех кто не пробует да то есть просто вот я не возьму и все я из тех кто пробую но я рассчитываю это ты такой не думаешь и типа идешь думаешь ну я повоюю знаешь а я думаю типа я смогу его взять и не смогу а разница в то разница в том что просто сидеть и ждать пока он улетит и победит ну нет разница в том что я понял что я не смогу и надо просто троим объединяться они друг другом отлично и как вот мы сейчас объединились то есть мы сейчас бы втроем сидели бы и сказали бы ну все он победил на берсерках смотри на берсерках я один против него воюю а на самолетах и x-комах и по морю мы можем воевать втроем а то и вчетвером ну я в войне я в войне со шведом вообще никак не могу помочь а если бы вы вдвоем с австрийцем вы бы точно также сидели такие до стелсов и x-комов который первый вышел все равно швед сколько сколько оставалось ну во-первых еще есть договора научные сколько оставалось вене хода 3-4 да то есть он скучно хочет сказать что он за несколько ходов снес бы все парашюты и захватил бы вену и за это время я у меня был были бы x-ком и у тебя были близком во-первых а во-вторых проще тогда ядер я не понял вене я пришла счет вене 4 хода оставалось но ему несколько ходов также до x-ком то есть он не забрал бы вену сколько тебе x-комов оставалось так и шведу 5 ходов подождите ну вот так то мы были смогли ну то есть а чё ты хоть и вот просто претензии мне какие-то предъявляешь типа я должен был один на один с ними ки воевать да не один на один а снять снять деньги если мы тебе не да если мы тебе не дали денег сколько тебе надо апнуть дуболомы этих в берсерке сколько денег сколько дуболомов штук 8 берсерков я уверен брала его просто вот сносила бы смотри 8 берсов с дуболома то есть тебе надо 55 и 75 130 130 и 8 ну вот посчитай тысячу чем-то голды у тебя сколько было 70 молодец хорошо считаешь так же как хорошо считаешь захватывать меня 70 в берсерка и так понимаю да ну ты говоришь дуболома а мечники чего хорошо смешников строим мечников я построил 5 вот у тебя было 500 голды мне дать и почему у меня только только я тебе буду давать да ты говоришь заранее ты говоришь заранее собираются деньги что-то делает сейчас загрузим автоход и автосейф и посмотрим и я я уже посмотрим ты же посмотрел ты посчитал эти говорю о том что говорить надо общаться спрашивать сколько денег надо ну не было ни у кого 500 голды он на вас и да не было тогда у нас не было если заранее сказать то можно скопить по что деньги тратятся корреку из клетки еще что-нибудь боже ну я тебя понял я просто говорю что вы вообще нормально можешь вот как-то ответить это только только крайности ты либо плохо играешь ли вы плохо считаешь либо ты это же попробовать тогда в итоге оказалось что мы просто досидели от начала до конца игры в разговорах о том что надо что-то делать со шведом но в итоге он просто улетел и все и заключили мир потому что договорились он победил матри ну потому что я не рискну хорошо австриец вот ты по твоему что надо было делать на кому так игра ну вообще в принципе потом что надо было сделать чтобы швед швед не победил а местность там только если не сносить гэшки и две эти и параллельно чтобы датчанин сверху шел на него это раньше еще разного было делать ну ты тоже говоришь что раньше это либо на берсерках либо на арте надо было делать а что сейчас а получается сейчас он просто реально он с каждым этапом все дальше и дальше уходил я уже молчу о том о его производстве блин я постоянно там на втором месте по производстве и 100 120 там 150 отстаю у него отличное место получилось в изоляции всех отделен так все как бы в изоляции такой получивания только там португалий с египтом у всех какие-то такие свои места и каждый сам просто у шведа получилось самое классное место он его реализовал и победил ладно спасибо за игру так ну давайте обсудим результат игры что я мог сделать лучше что неправильно сделал во первых все-таки очень странное место у меня изначально было вообще как не для майя место честно как это морская вообще полностью и не очень много клеток то для обработки и как я не старался немножко это дело выправить никак не получалось мне советовали конечно в комментариях через волю играть но это не место для воли вообще в принципе естественно еще неправильно развивался но это наследие шестой цилы немножко вот это на производство фокус на самом деле в традиции довольно все банально надо в первую очередь обрабатывать ресурсы роскоши и максимизировать рост то есть ресурсы роскоши дают счастье и до предела счастья надо постоянно расти достигнули остановись там поторгуй ресурсами роскоши а я как-то на это забил максимизировал производство это тоже конечно нужно несомненно в первую очередь рост тем более как бы у меня есть возможность расти надо было и караваны на еду строить и этим всем заниматься дальше очень странная ошибка зачем я сразу австрийцу отдал уголь я из-за этого собственно предоставил ему возможность первым взять свободу и построить статую свободы ну да надо было ему давать были в любом случае но погодить с этим не так сразу там не знаю два-три хода и дать ему уголь чтобы первым выйти в идеологию первым построить статую свободы видимо и одновременно с ним но так как у него он выше по заходил в игру раньше и то есть он статусовой устроил раньше соответственно инженером и его быстрял так то мы ровно примерно вышли то есть это такая какая-то ошибка альтруиста зачем я ему так сразу этот уголь выдал два-три хода подождать всего лишь не получилось атака на данию но тут уже это от безысходности у меня просто не было других вариантов даже если предположить что я не атакую данию да и они там вдвоем с австрией потом пилят этого шведа я от этого не получаю ничего я не могу за счет этого улететь там раньше потому что если у меня преимущество я чуть впереди по науке и все меня нету не производства в отличие от них я думаю что автократ датчанин бы мог вполне очень быстро шведа захватить потом меня все равно в любом случае то есть я ему никак не мог сопротивляться возможно стоило на него на фрегатах пойти возможно но я тогда как-то не очень был развит откровенно почти на линкорах получилось я не считаю это кстати ошибкой что я атаковал данью по он был единственным вообще вариант попробовать в этой игре победить ну так собственно вот такая игра получилось несколько странная но было приятно все равно в пятерку вернуться еще будет несколько игр в будущем в пятой циве ффа играйте в умные игры пока спасибо что достарели до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы заряда конца видимо новом понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры а а а а а а и а Продолжение следует...